Если вдруг нас кто-то нападет, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо это сказать? Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша совместная группа у нас журналистов. Акции, когда с задержанием наших граждан, 33 богатыря из частной военной компании, были задержаны в Минске. Вы тоже считаете, что это какие-то игры или это оправданные меры? Я считаю, что Александр Григорьевич поступил как слабак. Просто как слабак. Недостойно. Ведь видно, насколько дешево его можно обмануть. Я боюсь произнести слово «купить». Я не официальный спикер форин-офиса российского, поэтому я могу говорить свое личное мнение. Но это подлый, мелкий и трусливый поступок. Так себя настоящие лидеры не ведут. Это не позиция лидера. Это позиция испугавшегося человека. А трусов, трусов, те, кто обещали ему конфетки, не ценят первые. Первого, кого они уничтожают, они уничтожают трусов. Я говорю про тех, кто к нему ездил с западной страны в Белоруссию. Он совершает огромную ошибку. Ведь да, есть точка зрения белорусов, что они самодостаточны и так далее. Я считаю, что и русские, и белорусы – это абсолютно один и тот же народ. Вот мое искреннее понимание, что сейчас Белоруссия находится на пути исторического выбора. Если белорусы поймут, что эксперименты недопустимы дальнейшей над страной, максимальная интеграция с Россией спасет Белоруссию и ее идентичность, ее культуру, белорусскую молодежь и белорусское будущее. Вот это моя искренняя позиция. Редактор субтитров А.Семкин